Путинская автократия блокирует политические и экономические перемены в России. На третьем десятке правления бункерного деда доверие между Россией и западными правительствами находится на ноле. А перспективы политических реформ и экономической модернизации в России не намного выше. Это плохо для благополучия российского народа. Это также бросает тень на привлекательность РФ как направление для западных инвестиций, пишет на страницах Financial Times Михаил Ходорковский. Полное отсутствие доверия в отношении Запада и России отличает наше время от большей части советской эпохи 1917-1991 годов. Это несет в себе риск политических ошибок и гамбитов, которые могут привести к конфликту. Путин хочет видеть себя полноценным игроком в большой игре глобальной геополитике. Но состояние российской экономики и общества не дает ему такой возможности. Поэтому он занимает свое место за столом, используя традиционные преступные методы, играя против правил. Все могло бы быть иначе, если бы существовала реальная перспектива политических перемен. Но нынешний режим в его нынешнем состоянии не готов к реформам. Его законы полностью исключают возможность смены властных структур путем выборов. Можно ли ожидать революционного сценария? Несомненно. В случае смерти или недееспособности Путина персоналистическая автократия России вряд ли переживет потрясение без драматического конфликта. Это обязательно запустит целый ряд иных латентных напряженностей в российском обществе. А другая возможность, которую нельзя исключать полностью, это серьезный политический просчет, который приведет к поражению в военном конфликте. Нынешняя власть РФ сознательно стремилась возродить имперские рефлексы населения России. В сочетании с потоками государственной пропаганды, школьного образования, организованных политических процессов и открытого насилия, это способствовало возникновению в обществе чувства беспомощности. В то же время власти намеренно удерживают уровень дохода в пределах, когда люди перебиваются от зарплаты к зарплате, остро осознавая полную зависимость себя и своих семей. Все это снижает темпы экономического роста России, но слушает сохранению политического статус-кво. Ходорковский пишет в своей статье, что не уверен, что стоит ожидать позитивных политических изменений в России, подпитываемых давлением общественности. Что касается экономических изменений, то тут на пути стоит несколько препятствий. Первый – это внутренние инвестиции. Мало того, что многие государственные расходы непродуктивны, власти также удерживают инвестиции, которые необходимы для модернизации экономики. Помимо банальных целей воровства и самообогащения, смысл этой политики состоит в том, чтобы накапливать резервы и избегать зависимости от западных стран. А вторая причина – это западные санкции, которые ограничивают приток инвестиций и технологий в Россию и вовлечение в экономику высококлассных иностранных специалистов и предпринимателей. Наконец, есть вопрос об институтах России и верховенстве закона. Россия неоднократно демонстрировала свое высокомерное отношение к частной собственности и решениям международных судов. Собственный российский парламент, суды и другие учреждения не являются независимыми. Сегодняшняя Россия – далеко не лучшее место для инвестирования энергии, смекалки и капитала. К настоящему времени все должны понимать, что Кремль рассматривает экономику как инструмент политики. Проще говоря, в путинской России можно достичь и сохранить экономический успех, только согласившись участвовать в коррупции или став агентом политики Кремля. Вот именно об этом и стоит помнить западным инвесторам.